Другие варианты, от 1 мм до 21 см, это скорее исключение. В целом они являются специализированными солитарными куинобионными эндопаразитоидами. Они специализируются на тлях, то есть они только измечательно в тлях развиваются. В мировой фауне 700 видов, где-то в Украине 83 вида. В целом, на фотографиях есть колец, наездный колец на тлю. Все время в нем развивается внутри литчинка, и мы можем видеть, как бы, с невырошенным муслятом, мумии, клей и шкурки, которые растянутся в результате заражения. Таким у вас на матке? Да, это автоматический жизненный цикл, который продолжает офигенно развиваться литчинка, сходить на резник, он один, очень ценно-дацентарный, специализированный это все на тляхку и на бионке. Это значит, что для литчинка она не умирает сразу, она и все время развивается. В целом, они являются полезными фактически. Я прошу прощения, съехали немножко форматирование, из-за другого, в другой программе я подготовлено. Собственно, они являются паразитоидами тлей, которые имеют важное хозяйственное значение, экономически значимые тли, это и бахчевые, и персиковые, и картофельные тли. И в целом, часть видов, именно пять видов, используются как коммерческие агенты биометода. Они внесены в список таких агентов, Европейской и Средиземноморской организации защиты растений. Нами в фауне Украины найдены 83 вида, и, в принципе, все эти пять видов теперь в фауне Украины есть. Почему говорю теперь? Потому что раньше коллимани не был отмечен, он является интродуцированным видом. То есть наши виды, это вот от афидиуса Эрви, начиная вот до правонного люкра, четыре вида, как бы у нас наши нативные, коллимани привнесен. Дальше, чуть ниже, были литературные данные, то есть также и теленга, который вы сегодня вспоминали, он занимался афидинами. И нервы получить продолжать, как бы, в каком-то смысле его исследования. Я писала по афидинам свою диссертацию кандидатскую, и продолжаю заниматься ими. На данный момент меня больше интересует, как бы, практическое применение. Я за последний год как-то начала узнавать больше о практической стране, и побывала в биотехнике, узнала, что у них два года назад разводились афидиины, два вида, вот коллимани и лисифлебус эдостаципес, но, к сожалению, эти культуры были утеряны. И что интересно, что оба эти два вида, афицированные видства в Украине на данный момент нет. Тут, в целом, с самой презентацией доклад посвящен больше морфологе. То есть для того, чтобы разводить эти виды, нужно их определять, нужно знать, как они устроены, какие у них признаки. И, собственно, на это направлена фундаментальная часть моей работы, то есть как бы зоологическая часть. Вы можете видеть, что практически все части тела афидин, они участвуют в определении. То есть это и строение, и генжелкование, и промеры, и теростигмы, и какие-то строения пропорции развития головы, и усики, и яйцеклации, стебелек. То есть, в принципе, все части, в общем, все участвуют в определении. Это очень важно. На следующем слайде вы можете увидеть, что практически все структуры, они названы, они как бы, даже на первой практике можете подбить, что такое не придумывают исследователи, чтобы определить их. То есть они меряют и так, и эдак, и разные индексы придумывают, и все равно не могут определить достаточно четко, есть те части, которые чаще всего используются для определения, как голова, пропадеум, яйцеклад, в принципе, вот мизоскутом, средняя спинка. Но есть также и те, которые мало используются. В частности, вот здесь, это вентральная часть тела, на которую будет акцент в этой презентации. Она мало изучена, то есть, как бы, ты видишь, что там меньше, как бы, густота названий, которая используется для обозначения разных структур этих склеритов. И в целом у нас уже был успешный опыт таких исследований. Он заключался в исследовании задней спинки, тоже еще одного, как бы, мало изученного склерита. То есть с нами была, как бы, даже предложена система, как бы, как называть все эти структуры, как их примерять. И в целом, что практического в этой работе, что материал может быть поврежден при сборе, в частности, при сборе на желтые-билые ловушки, когда вы снимаете, они могут, там, голова оторвалась, туловище отдельно, чтобы понять, как бы, чья это голова, чье это туловище, как собрать это в одно целое. При массовом сборе такое повреждение возможно. И в целом, целью нашей работы было, собственно, исследование этих малоизученных склеритов в передней и средней груди, афидин, с целью поиска новых диагностических признаков для более надежного и точного определения таксонов и особенно поврежденного материала. Нами были изучены представители восьми родов, афидин, то есть самых разнообразных тут представлены. И детальные морфологические признаки были изучены с помощью сканирующего электронного микроскопа при помощи Алексея Васильевича Гумовского. Он очень помог в получении иллюстрации. Можем детальнее рассмотреть те признаки, которые были найдены. Вот, собственно, первоначально были получены фотографии, а дальше была такая игра «Найди 10 отличий». В целом, смотря на иллюстрации, можно увидеть, что в принципе они более-менее в проплевре, имеют более-менее треугольную форму, но если присмотреться, можно увидеть, что вот этот край, да, он может быть ровненький, или он изобран внутрь, или он выпутан. Также форма имеет значение, то есть они более длинные, тут как бы покороче. То есть в целом, пока что мы можем выделить один признак именно формы этого края. Но в дальнейшем, я думаю, с помощью геометрической морфометрии можно было бы определить, каким образом соотносятся вот эти структуры, их форма. Также смотрела и смотрела на эти фотографии, и оказалось, что различия не только там. Вот вы можете видеть такая структура, это уже верхняя часть, дорсальная часть, это проноутом, и такой вырос, как воротничок. То есть в целом, вот он такой прямо очень заметный у липолексиса, и сглаженный у представителей других родов, и сглаженный в разной мере. То есть у ладоксиса совсем крошечный, у дерева такой довольно-таки заметный выступает. То есть в целом, все эти признаки, они, конечно, мелкие, и, возможно, для определения в поле не годятся. Но если, допустим, составить таблицу таких признаков, и специалист, который может в лаборатории посмотреть, у него будут такие-то матрицы, он может определить точнее, чьи склериты. А также, если посмотреть на переднюю грудь сбоку, то мы можем видеть ее разное опушение. То есть в целом, тоже этому не уделялось внимания. То есть от довольно сильного опушения у праонов до такого среднего у афидиуса и почти незаметного у треоксиса. То есть в целом, как бы, такие интересные моменты, которые раньше, в принципе, люди сосредотачивались больше на других признаках. И мы хотели бы показать, что эти также важны и могут дополнить общую картину морфологии. Что касается средней груди, то также кажется, на первый взгляд, что, в принципе, она устроена одинаково. Но если присмотреться, то мы можем видеть швы. Вот крещные швы, продольные швы. И тоже видно, что здесь, например, шов, вот он идет. Он как бы не развит, тут он дальше отсутствует. Тут шов идет полностью через всю ширину. А тут практически его нет, вот маленький кусочек этого шва, и он редуцирован. В целом, также и продольный шов. То есть, в целом, тут он заметен, хорошо кренулирован, все видно. Тут мы практически его не видим. Это небольшой, как бы, изгиб. И есть разные переходные формы. То есть, в целом, представлены наиболее яркие примеры. Но, в принципе, фотографий и иллюстраций больше. Также интересным моментом, который, в принципе, был известен до наших исследований, но нет таких данных для всех видов. Это форма мезоскутома вид сбоку. То есть, что есть, как бы, ровненький вариант. То есть, вот, средний, как бы, наверное, самый обычный. Есть с изгибом внутрь и есть таким, как бы, выпиранием наружу. То есть, в принципе, вот, такие моменты, если составить списки по всем видам, то можно будет разделить виды более точно на какие-то части. Также, если посмотреть на мезоплевры, то есть, там, средний грудь, как бы, сбоку, то также игра в на эти 10 отличий продолжается. То есть, вы можете видеть, то есть, эти результаты еще пока нами, как бы, не описаны и не, как бы, может быть, не превращены в какие-то цифры, индексы и прочее. Но вы можете просто видеть различия. То есть, тут, скажем, ширина сравнить вот тут, вот и здесь, да. То есть, в целом, тут, как бы, более узкое место. Мезоплевры расширяются к вентральной стороне. Здесь почти параллельно проходят. Также можно сравнить здесь, вот, изогнутые линии по сравнению с прямыми. Возможно, это можно каким-то образом с помощью геометрической морфометрии описать. А также хитотаксия. То есть, тут скопление есть волосков. Здесь практически волоски отсутствуют. Также, вот, разное опушение. И, например, вот у таксары с Делтигер есть дополнительные такие швы, которых нету у представителей других родов, что, в принципе, тоже нами впервые замечено и может быть использовано в дальнейшем. И, в целом, да, такой вот краткий обзор итогов. То есть, вот это первое исследование вентральной стороны груди офидеин. И нами были выявлены признаки, которые относятся к форме передней груди и также к наличию и степени развития швов на средней груди. И, по нашему мнению, необходимы дальнейшие дополнительные исследования, которые бы это все упорядочили, классифицировали. И, возможно, с помощью геометрической морфометрии можно было бы предложить какие-то ключи для практического применения. Спасибо большое за внимание. Спасибо.